Немного истории. Медсёстры появились в 19 веке во время сражений в Крыму. Монахини и сёстры Милосердия работали в английском лазарете и полевом госпитале. Впервые в мировой практике англичанка Флоренс Найтингейл начала распределять раненых по разным палатам в зависимости от вида травм. За полгода работы смертность снизилась на 40%. После окончания боевых действий она открыла первую школу медсестёр. Это очень такие особенные. Мне нужно особое внимание, особое тепло, потому что все заболевания связаны с сердечной длительностью. А это медсестра сегодняшних дней Ирина Тыщенко. Её стаж уже 20 лет. Родилась в Заринском районе. Посвятить свою жизнь медицине решила с детства. Примером послужила мама, которая работала в сельском ФАПе много лет. Когда я училась в восьмом классе, мама уезжала на совещание. И произошло, что девочка упала и очень сильно поранилась. Маленькая девочка, у неё были осколки стекла на лице. Я убирала их и наложила повязку. Но так как ещё навыков у меня не было, как правильно накладывать, Но тем не менее я всё обработала, делала, всё чисто. Очень удивлялись затем потом в больнице, когда её отправили. Что же за фельдшер-акушерка там на ФАПе так повязку сделала. Уже тогда хотелось научиться работать правильно и помогать людям, говорит Ирина. Получилось. Ирина закончила Барнаульский медколледж и погрузилась в профессию. Коллеги отзываются о ней, как об ответственном сотруднике, отличном наставнике и просто хорошем человеке. Коллектив у нас дружный. Они помогают все друг друга, выручают. Мы живём, у нас, можно сказать, большая семья. Какая бы проблема ни случилась, все друг друга выручают. Ирина Николаевна в первую очередь отзывается всегда, отзовётся, поможет. Может даже где-то в ущерб своей семьи, но выручит всегда. Семья поддерживает и понимает, говорит Ирина. Два сына помогают во всём. Она считает, что сложность сестринского дела в успешном владении смежными специальностями и умении подменить коллег. Персонально, конечно, хотелось бы поблагодарить девушку, медсестру, которая нам ставит уколы. Звать её Ирина Николаевна. Очень добросовестная, вежливая, справедливая. В общем, человек, дело и именно удела. Это её место. Ну, самое главное, это когда ты даришь какое-то тепло, радость людям, помощь и внимание. И говорят тебе спасибо. Это высшая награда, я считаю, за свой труд, за своё дело. Мне нравится моя работа, я люблю свою работу и никогда не поменяю ни на что. Как бы тяжело не было, какие бы ситуации не были. Ирину не пугает маленькая заработная плата. Она надеется, что когда-нибудь сестринский труд будет оценён по достоинству. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.